Как вы видите, пик уже практически у нас подошел к концу. Последняя карта на сегодняшний день, Cloud9, Belkinbears, Корлеон. Очень интересные герои, каждый пикнул свою сигнатурочку сейчас. Действительно тем, чем всегда выигрывали. Cloud9, это Draw Ranger Visage, и Belkinbears это Mip, естественно. То есть, вот эти сигнатурные герои. Сейчас Mipare влетел в Mip для V33. Вот за этим наблюдать интересно. Да, меня, конечно, уже просто люто здесь под ноль сплавило. Я немножко так растекся по стулу. С полузакрытыми глазами сижу в монитор, у меня еще слух качается. Поэтому просто великолепно. Сейчас еще подушечку себе подложу и... Нет, без подушки боюсь уснуть. Ну, да ладно. На самом деле, будни действительно трудновато. Но Европейский дивизион это все разбавляет. И особенно ББЦ это все разбавляют. Своими баратрумами, своими мипарями. Ну что ж. Надо уж действительно перейти к пику. И начнем сейчас игра. Visage, Draw Ranger, Patma, Bane. То есть, две линии уже сделали. Осталось взять героя в мид. Есть Patma, есть Bane на лайн. Есть Draw Ranger, есть Visage на лайн. Осталось взять себе что-то действительно в мид. Belkin Beers, Ogre, Mag, Dazzle. Естественно, два саппорта. Лич в сложный, Фантом Асатин фармить. Мипарь в миде. Угу. Все ясно. Только вот вопрос. Действительно, Лич будет ставить в сложный? Или что-то сейчас придумают? В БЦ очень странно то, что пикает Слитьют. Очень странно то, что он пикает. Потому что я видел Падриню на пике. Я видел В-33 на пике. Я видел Леви на пике. Но Слитьют, в принципе, раньше никогда не пикал. Это пак, да, для Фата. И Фата очень любит этого, опять же, героя. Один из сигнатурных его мидеров. Дроу Рейнджер для Энви. Визаж, само собой, для Ауи. Да-да-да-да-да. Сможет ли этот Мипа здесь выиграть? Вот в чем вопрос. Ну, выглядит все достаточно интересно. Есть Огр, который постоянно будет там бафать Мартретку. Мартретка будет куски отрывать там от Патме, от Траксы. И Фантом Ассасин быстро находит язык с Троу Рейнджер, на самом деле. Потому что с Траксой буквально нужно ей полсекунды. Чтобы оказаться рядом с ней. И все, ее ультимейт там уже не работает. Это проблема. А здесь героев-то, в принципе, таких нету, кто будет оборонять. Да, атакующих героев есть, конечно, у С9. И если С9 начнут первыми, то... Трудновато там будет для Траксы добраться. Потому что Бейн ультанет, кого-нибудь в Слип закинет. Естественно, Пакс Дримскойла также ворвется. Так, не добрал сейчас кто-то здесь героя. Это у нас... Хаки здесь. А кто? Героя-то сейчас не взял. М, Бодрини, точно. Бодрини, Фантом Ассасин. Бодрини, Фантом Ассасин. Хаки. Будет у нас играть на Личе. Да, пока что отправляется соло в сложную. Сразу же с тапочком, с вардом. Быстрее-быстрее бежать ставить. Мувспид очень даже хороший. Сэритют. Огрмак. В этой 33. И, естественно, на своем мипо. В этом вот сете. Вообще его, по-моему, не снимает. Он только единственный у него и есть. Куча-куча мувиков, нарезок, где там в 33 просто это мипоре вытворяет. Ну, топ-1 мипа на самом деле Европы. И NoTail ему говорил, что играет он получше на мипа, наверное. Чем NoTail. В общем, жесткий. Да жути этот в 33. И Леви на Дазли. Клауд-9. Eternal Land with Roe Ranger. Пай Лай Дай Бэйн. Фата Пак. Ауи 2000 визаж. И Бон Севен на Патме. Уйдет ли с ним Пай Лай Дай? Или Бон Севен пойдет соло в сложную? Так, ну пока что просто хвостиком за ним здесь бегает у нас Бэйн. Да, и уходит оба на нижнюю линию. Пан Севен. Можно качать Ару. Леви нужно слипать прям уже. Начинается драка здесь. Пай Лай Дай. Забрал руну. Попадает с олитю до Ару. Март Редка. Прыгнула. Хорошо. Еще один слоу. Пай Лай Дай. Маны нету. Ничего нету. Просто сейчас как мясо бегает. Хотя, естественно, кушает танго. И довольно неплохо ему это помогает. Ару вдогоночку. Ни в кого здесь не попадает. Леви прям просто. Где-то под плащом вот под этим, вот под этой юбкой пролетело. Перескочил через стрелу. Сверху сейчас закинул. Хорошо. Здесь Пай Лай Дай очень сильно горит. Под Ринью кончается слип. И это ФБ. Как ошиблись сейчас А9. Что это произошло? Зачем вообще нужно было здесь выходить? Ребят, вы же хорашенный в салат просто. Можно было обойти как-то. Потому что у Март Редки есть блинг. Два ренджоу героя может там оказаться сверху. Трудновато было выбраться бы. Первый раз хорошо, а Пай Лай Дай выжил. Но на второй вот как раз таки его не простили. Салитюд постоянно Игнайт туда запуливает. Здесь Бэйна действительно неплохо харасит. Хаки. Хаки здесь будет против Траксы. У нас находится Визаж. Пока что делает ему отводики. В принципе сейчас для Хаки опасности никакой нету. То есть да, но он там просядет. Но убить его не получится. Вот на третьем уровне, если будет вторая уже. Фростару. И придет Визаж своим слоу. Тогда да, конечно. Сейчас тем более возьмет еще второй свой спелл. Дикий, лютый. Так. Как-то обменивают сейчас ударами. Хаки понял, что лучше отойти. Потому что здесь Энви немножечко подсуетился. Минус пак. Хорошо. Здесь В-33 сейчас расконтролил Мипарями. И развел Фату, походу. Потому что Фата умер на его вообще территории. То есть вот здесь вот. А это пак. Значит он врывался. С отварба. И что-то у него не пошло. 2-0. Интересно, АВ-33 сейчас очень круто потеть в ночь на этом Мипа. К сожалению, не знаю, как они там сыграли на квалификациях. Играют они квалу на 11 сезон в стар. Я только об этом отузнал, когда лобби создали. И что-то мне было настолько лень пойти посмотреть. Стримчик там где-то, наверное, на четвертом канале стримит или на седьмом. Здесь драка саппортов. Бон Севен. Куда жгли его сейчас? Там просто плавится лицо у потмы. Но решили бить по Элайдае. Потому что Бон Севен имеет на слип. Ароу в леве не полетит. Просто уходит отсюда от С9. Нет, ты не знаешь. Так вот. Да, не знаю, выиграли они или нет. Но я уверен практически на 100% в том, что действительно ББЦ победили. Я очень удивлен в том, что Пелкин Берс не вышли в финал про-серии. Это для меня был нонсенс. Они даже, по-моему, в плей-офф не попали. Но не забили просто на про-серию. Играли там на всяких The Summit, на прочих разных турнирах. Это действительно было, ну, небольшим нонсенсом таким-таки. То, что, ну, вроде про-серия и вроде команда на уровне, действительно, которая чуть там новее, не выигрывает. И сейчас ведет 2-0 у Cloud9. Не вышло в плей-офф про-серию. Это странновато, конечно. 21 крип. У Энви 11 крипов у Падриньо. Падриньо слабовато. Сейчас подфармливает. Но здесь стоит дабла, в принципе. В-33. Пришел. В-33. Сеточку на Пайлайдайя. Хорошо. Запуфался. Вторую сеточку. И просто лопатками, лопатками. Забивать его лопатками бить. Ну, улетает хорошо. Отсюда у нас Пайлайдай. Да, как бы сейчас там нет третьего спелла. Нет пассивочки. И... Особо сильно не набьешь ручками. Хаки. Три крипа. Не очень много. Но зато есть уровень. Зато действительно есть четвертая с половиной левел. Еще своих, естественно, крипов тоже уровень получает неплохо. И Энви. По-прежнему топ-1 крипстат. 20 пак. 20 мипарь. Ну, Энви, конечно, 27. Да, здесь Падрини намного меньше фармит. Ну, здесь Падрини просто и гоняет больше людей. Тут действительно два рейнджовых персонажа вечно набивает по этой март-рэдке. Вкачал блюр в единичку. 20% у ворота уже как бы что-то. Топорик бы прикупить Падрини. Так, чтобы... На верочку. Бон Севен. Решили прохарасить Бон Севена. Бон Севен не липается. Тратит просто ХП. Но можно было, по-моему, липнуться и уже забить просто. В любом случае лип потратил. Просто просел сейчас в полстолба. Я вот не понимаю, таким увы. В-33. Ой-ой, умер здесь у нас В-33. Пытался добить здесь, скорее всего, Фату. Прилетел Байвайдай. Объяснил. Да, Брэйнсапом там откусил сейчас от Мипа. 1300 дэмэджа нанес Мипа. Кому он нанес 1300 дэмэджа? Тут они оба не выжили бы. Хотя нет, 720 и... Что-то 87. Нет, они оба, можно сказать, умерли бы. Там осталось бы, наверное, по 50 ХП. Здесь проблемы у Энви. Огромные проблемы у Энви. Кастуют телепорт и нужно что-то сделать. Вторую сеточку. Окидывает сейчас Мипа. И... Фраг. Фраг, фраг, фраг. Траксы нет. Хорошо. Фраг, опять же, для В-33. Нет, для Лича. Что-то как-то без отводиков сейчас решили Бон Севен. Очень мало ХП и нету больше Липа. Что делать? Критули жалко не вылетело. Конечно, со Сиков он там неплохо отхилился. Фата прилетел под Риньо. Очень больно. Сейчас Фата есть Дримскоил. Через 3 секунды Брэйнсап просто плюнул сейчас в него Ауи. И здесь АРО попадает в леве. Минус 2. Хорошо. Все телепортировались. Клауд Найн быстро среагировали. Но хотя... Что здесь быстро? Здесь они бегали еще. Сигун 10. В-33 отфармливает Лисочек. Побыстрее бы, конечно, накопить 11 уровень. Или там на 10-ом, по-моему. Да, у него как раз ультимейт. Мне очень нравится описание ульты у Мипа. Мы знакомы? Так, в миде В-33. Огромные проблемы сейчас у Мипа. И, скорее всего, будет умирать. Леви нужно было Грейв дать. Хотя нету Грейва. Есть зато второй пейзон. Очень плохо. И... Леви. Кастую телепорт. Хорошо. Станция летит вовремя. Да, он там как раз просто Пак своими маленькими вот этими лапками замахивался. Просто, чтобы выдать последнюю плюхенцию в Леви. Но успел, успел он улететь. Хотя умер Мипа, и это уже плохо. Это уже плохо. Бон Севен. Бейн. Бежует просто слипать. Хорошо, Падриньо поднял. И сейчас должна влетать Ару. Отлично. Старшторм. Минус Падриньо. Все простенько. Конечно, понимал у Падриньо то, что сейчас его идут убивать. Так как Бейн просто в наглую заходит на него вот прямолинейно. Три-пять. И Ц9 начинает выигрывать теперь вообще. По счету... Что у нас там с траксой? Так, софармит Ли С3 в Райсбенда. Хаки. Минус хаки. Хаки просто телепортируются. Вызвал птичек, нужно посадить птиц. Чуть-чуть совершенно не успевает у нас Ау. И вот прям только что взял шестой уровень. Он вызвал птицы и совсем прям микро доли секунду какую-то он не успевает прокастовать спички стан. Так, ну птицы начинают наваливать. Птицы реально начинают наваливать уже. Тихонечку падает у нас Тир-1 вышка. Раз птицу посадил. Ой, я одну птицу хаки отформил. И 100 золота на такой-то минуте. Это неплохой буст для хардлайнера. Ничего себе, бесплатный скролл. Монлайт Шадоу пошел от Бон Севена. И все Белкин Беррс просто разбежались. И правильно сделали на самом деле то, что все убежали отсюда. Потому что... А что ждать? Чего ждать? Смерти своей. Так. Смог еще пошел у нас от Сет-9. И нашли здесь Леви. Нашли здесь Леви. Слипанули. Влетает Ару четко. Откусили... Голову. Так, сверху. Тоже у нас какая-то драка здесь. Ауи, в принципе, дал слово на хаки. Солитюд очень сильно проседает. Как там Энвин харасил-то его. Птица. Села. Ну, это минус Ауи, конечно. Бон Севен там развлекается. Убил, кстати, он Мипа. Опять тоже его загангли. Хаки через Дримскойл. Ну, зачем вы просто подходите? Что это... Что происходит? Зачем вы это делаете? Минус Солитюд. Просто настрелял Энвис хайграунда. Под Риньо. Села птица. Энвис стреляет. Маны не хватает. И... Да, в принципе, ему и не нужна мана. Вы серьезно? Вы серьезно? Под матом. А ты так же в соло разобралась с Даззлом. Здесь умер у нас хаки. Стоит, смотрит прям в лицо этому паку. Пак ему смотрит в лицо. Говорит, сейчас подожди, друг. У меня Дримскойл откатится. Или давать, не давать. Я не знаю там, что у Фаты были за мысли. Но это очень плохая драка для Балкинберс. Это, опять же, хорошее начало. Было 2-0. Неплохо все начиналось. И сейчас они проигрывают 5000 золота. Троксе. Троксе нельзя проигрывать 5000 золота. Да, у вас есть мипа. Этот мипа будет потом наказывать и воротить всю команду Cloud9, если ему дать чуть-чуть пофармить. Появился там уже поинт бустер. А здесь у NV3 в Райсбэнда по Т1800 золота. Даггер, скорее всего, будет себе сейчас Дроранжер приобретать. Или какую-нибудь шикарную масочку. Посмотрим. Нет. Блейду в Лакрити. Хорошо. Сразу в Яшу. Вариант неплохой. Смакеем. Куда-то в чужие леса. Здесь также, в принципе, есть и Фата. Фата пока что играет в дурачка. У Фаты есть Дримскойл. Даггера пока нету. Хотя уже 12 минуты, но с ПТшкой, поэтому все еще более-менее. Как-то он пушит здесь линию. Пайлайдай пока что на подсейве. А, это не в чужие леса, это на Рошану у нас пошел Эдви. Забирает себе Егис. Все очень просто, все очень быстро. И приобретает себе, можно сказать, уже Яшу. Да, вот сейчас Тауру упал. Должна быть Яша. Хватает ему на рецепт. И Даггер. Также появился у Фаты. Как-то сейчас будут Белкинберс оборонять. Тауров миде, если, конечно, вообще еще будут. Появился третий мип уже в Э-33. Хидресочка, кстати, есть у Лича. Брейсер очень долго до Мекки. Но у Мека будет появляться, это самое главное. Здесь у нас, что здесь произошло? Здесь у нас просто Пагс Брилдазла. Погоня за Фатой. Фата в инвизе. И Фату никто не найдет. Фата никто не найдет. А вот по Дринью сейчас, скорее всего, поймают. Поймай, дай. Дримс Койл от Фаты. Сразу же щекочет. И настреливают. Там еще птицы вдобавок. Да, просто через Финс Гриппа его забрали. И так делают постоянно. Уже второй или третий раз его забирают. Три смерти, да, у Мартретки. И два или три раза как раз-таки умер он от Финс Гриппа. 4-12. Сломанный Тир-2 Тауэр. Золото. Десять тысяч. Господи. Ну что ж, так сильно проигрывают сейчас БЦ. Да, в принципе, опять же, по моим словам, можно понять, что я немножечко топлю за Белкин Бьерс. Ну как? Здесь, в принципе, я топлю за ББЦ, потому что ребята только что вот вошли в строй. И только начинают развиваться. Поэтому действительно хочется видеть какие-то победы от новой команды. Победы над топ-коллективами. Реально над топ-коллективами. Над С-9, над Нави. Подобное хочется мне видеть. И, в принципе, да, я немножко подтапливаю за ББЦ. Минус Падриньо. Ауи. Еще жив. Минус Хаки. В салат сейчас С-9 выбирают. Улетает, конечно, Огр в любом случае. Минус 2 тысячи золота. Тысяча золота. Ну вот просто так, на халяву. Ребята пришли и заработали себе косарь. Убив двух персонажей. Убив Керри-героя. Падриньо 2-4. Падриньо что на Фурионе там вытворял сегодня? Что на Мартретке сейчас тоже? Не очень качественно отыгрывает. Я возьму это. Радиан, в основном твере, в атаке. Так, поймали Леви. Влетает ему Ароу прям в лицо. Ох, там Ароу на полстолба. Промашенная, действительно, Ароу Бейна. Просто скучно. Сейчас Пайлайдай. Также промашенный Брейнсап. Цепанули хаки. Ребята, что вы делаете? Что вы делаете? Падриньо. Теперь ты. Хорошо. Минус 4. Мипа, ты-то прилетишь? Нет, Мипа не летит. А, целетюд пришел. Вот теперь должен сейчас Мипа прийти. Давай, друг. Это не игра. Это реально не игра. Просто это чушь конкретная. Прилетать против четверых персонажей по одному. Идея потрясающая. Прилетел один. Одного убили. Прилетел второй. На него потратили финс грипп. Третий прилетел. Говорит, я сейчас туда, пацаны, чайник выдам. Смотрите, прилетает. Его просто в салат месят. И через Саленс там, да, предложен Дроу Рейнджер. За 2 секунды его там убивают. Хаки в итоге чайник не дает. И Огрмак такой. Блин, пацаны, я думал, что он даст чайник. Поэтому я тоже пошел. И не успел развернуться. Вот. Хотел туда Игнайт закинуть. Игнайт второй уровень. Ваниш, есть минус хаки. Все очень просто. Через диффуза. 4.19. 15 тысяч золота. 16 даже. Очень мне жаль. Команду Балкинберс. Очень мне жаль В-33, на самом деле, в первую очередь. Потому что сейчас только он здесь не фидит. 2.5 Мартретка. 1.4 хаки. Хотя В-33 тоже 1.3. Но это мипа. Не будем забывать то, что это мипа, который постоянно вначале проигрывает. И ему нужны хорошие тиммейли. Тиммейли, ну, само собой, всякие герои там положительные. Хорошо, сейчас сделали фраг. Вот. Почему его убил Дазл? Почему Дазл сейчас сорвал стрик в 948 золота? Аганим. Есть, в принципе, у мипа. У пака появился догон. Сейчас догончик от фата будет выбивать тут всяких дазлов. Мипа-то навряд ли, конечно, у него получится. Там резист к магии очень большой. В-33. 4 мипошки уже здесь есть. Прыгнул фата. Саленс по-троим. Дримскойл по-троим. Ну, в смысле, по-троим мипарям. И минус В-33. Энви. Есть Сеншин Яша. Три в райсбэн ДПТ. Кстати, хороший зотар. Очень хороший зотар. То есть и демеджей хватает Траксе. И замедла тоже. И ХП хватает. Прикольный такой зотар. Кнопочку будет сейчас прожимать здесь? Или птицы мы... А, птицы мы так же дают саура. Точно, всегда здесь даже прожимать не надо. От хаки полетел чайник. Чайник слабенько полетел. Всего лишь до первого уровня. Чайнфрост. И это минус вышка. Опять же бесплатно для Клаунай. Двадцать тысяч в золоте. Девятнадцатая минута. Бон Севен. Контроллер бегает рунки. Можно даже просто посмотреть уже по Дэдворсам. Девять с половиной пак. Девять тысяч тракса. Восемь триста. У Бон Севена на патме. И восемь двести у саппорта. У саппорта больше денег, чем у всей команды. Ну, не у всей. Чем у каждого героя. У ББЦ. Осталось только Бэйну сейчас переплюнуть. Вот Мартретку. Мартретку-то он переплюнет, я думаю. Еще успеет. А вот Мипа, она вряд ли. Бэйну. Бэйну летит. В Гарклаб, кстати, так же летит. Есть уже Мека здесь. Ваниш. Визаж. Аганим. Медалька. Виталити-бустер. Три птицы, само собой. Фата. В погоню за Леви. В салат. Дримскуэл. Хорошо. Ару также залетает сейчас под Ринью. Фата. Должен здесь выживать, на самом деле. Я думаю, уйдет сейчас за Даггера. Или просто Сарба. Да, уходит за Даггера. Еще Арбом откидывается на развороте. Саленс. Ничего себе. Наглеж. Просто наглеж. А, здесь, кстати, тем временем Энвита зашел в спину. Минус Падриньо. Падриньо. Живет, живет. Убил Траксу. Очень хорошо. Кстати, сейчас Тракса у нас умерла. Но здесь В-33 уже начинает разваливать. Минус В-33. Байбеки. Байбеку В-33 нету, к сожалению. Потому что купил он только что Даггер. Падриньо нарезает Ауи. Минус Ауи. Хорошо. Дальше-то что? Тут Севен просто ПКМ зажал. А Фата здесь догонами также развлекается. Не дали ТПшнуться. И Фата будет умирать. Есть Даггер. Ну, там очень, конечно, больно влетело. Бараки сломали. Лишный барак, конечно, здесь у нас упал. 3000 золота сейчас отыграли ББЦ с учетом двух байбеков. То есть они два раза байбекнулись и все равно они отыграли полторы тысячи, по крайней мере. Ну, я сомневаюсь, что это поможет. Хорошо. Теперь не 20, теперь 17. Белкин Бьерс ждут ошибки от С9. Просто ждут вот этого вот наглёжа явного. Ждут какую-то атаку в лоб одной траксы. Что там тракса на фиде, раза 3-4 вместе с визажом, там, да, допустим. Тогда ещё, конечно, будут шансы убываться. Сейчас их просто нет. И Энви... Адекватный, хороший игрок, который не будет этого делать. Энви перестрахуется. Ну вот, а Пак замаксил Дагон, предположим. Третий уровень уже Дагона. Хаки. Привет. Леви тоже привет. Булзай. Где ты, Пак? Пак, где ты там развлекаешься у нас? В-33. Минус. Под Риньо. Зацепили сейчас Под Риньо. Также, само собой, будет здесь умирать. Минус Мартретка. Что? Ты ещё живой? Бить Бон Севена? Но тот не прощает. Просто не прощает Ару. Прямо в упор. Заколол ей, наверное, Стигра. Даже не то, что её выкидывал, а просто заколол. Как копьём. И заходят с Девять Нарошина. Я не знаю, что ещё пытаются здесь вытворить ББЦ. Просто, по-моему, уже давно сыграна игра. Задумка хорошая. Пик тоже хороший, но... Энви взял свою сигнатурочку. Плюс Бэйн Патма. Плюс Леофаты. Тоже качественный герой. На котором он частенько поигрывает. И Энви просто в наглую заходит. Ломает... Милишный... Нет, оранжовый. Оранжовый барак. Доламывает. Так, есть, кстати, Оегис у Энви. Последняя драка. Просто последняя драка у нас в этой игре. Хаки получил Саленс. Не смог откинуться ни Чайн Фростом, ни Фрост Бластом. Пата развлекает. Там хаки. Хаки очень мало здоровья. Падают бараки. Салетьют. Хорошо. Грейв вытанковывает абсолютно все здесь. Леви как же много получает под Риньо. Разрывает Римскойл. И Фата с ним разбирается. Салс один В-33. Падают бараки. В-33 пушит линию. ГГБП от Белкин Берс. Действительно, что терпеть, я не знаю. Это 25 тысяч в золоте. Нету двух сторон. На 25-й минуте. Без вариантов. Просто без вариантов. Фламину выигрывает Клауд Найн. Последнюю карту на сегодняшний день. Это была седьмая карта. Я сидел тут с самого-самого начала вечера. С пяти часов по Москве. Уже два примерно. Полвторого, я думаю. И сейчас пойду. Я очень хорошо высплюсь. И всем желаю того же самого. Завтра будние. Завтра трудные дни. Завтра трудные дни.